История Оракула 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 Третья способность Наносит огромный урон цели, при этом постепенно восстанавливая его здоровье. Урон может убить врага, но не может убить союзника. Эффект лечения вот этой способности складывается. Если применить на цель с иммунитетом к магии, урона не будет, но эффект лечения останется. Ну и самое главное это наш ультимейт. Делает невидимым себя или союзника, даже при перемещении и использовании способности. Откладывает лечение и получение урона до окончания действия этой способности. При применении снимает отрицательные эффекты с цели. Способность Дазла Крест может спасти от смерти после эффекта этой способности. Ультимейт Акса и Ультимейт Аппарата могут убить врага под эффектом этой способности. Весь урон и все лечение происходит сразу по окончанию эффекта. Все полученное лечение во время эффекта удваивается. Поэтому мы во время этого эффекта используем третий скилл. При раскачке героя делаем акцент на первую и третью способность, качая их до максимума, чтобы быстро выводить врага из строя. Вторую способность качаем на единицу. А уже после максимальной прокачки первой и третьей способности добиваем вторую. Вначале пытаемся убивать врагов через первую и третью способность, используя поочередно. Это наш начальный проказ. Не забываем, что третья способность наносит урон, при этом восстанавливает здоровье у цели. Поэтому в идеале третьей способностью добивать врагов. Для лечения союзников используем связку. Вторая, потом третья способность. Второй способностью лишаем врагов атаки. В первую очередь вражеских кэри, чтобы они ничего не могли сделать во время боя и меньше получали опыта и денег. Самое главное, как можно быстрее накопить на дагон. Как только появляется возможность, качаем ультимейт. С ультимейтом мы сможем уходить от гангов, спасать союзников и гангать сами. С появлением дагона используем оракула на полную катушку, делая следующий проказ. Активируем ультимейт на себя. Кидаем во врага первую способность, третью и бьем с дагона. Также во время прокаста можно наносить удары с руки. При выборе сапога, надо учесть, что оракул невероятно медленен. Поэтому я рекомендую собирать ему транквилы бутс. Теперь давайте я вам покажу реализацию гангов за оракула. Продолжение следует... После покупки транквилы бутс улучшаем дагон до максимума и начинаем собирать ситуационные предметы. Например, дизолятор. Во время ультимейта наносим удары с руки. Редкий предмет для оракула, но... Тоже в принципе вариант. Шива. Замедляет врагов, повышает выживаемость. Решает проблему с маной. Один из лучших вариантов для оракула. Урна. Отличный предмет. Много убиваем, часто в замесах, поэтому всегда будут заряды в урне. Механизм. Если пойдете в саппорта, один из лучших вариантов. Ну и другие предметы типа линка, орчид, хекс, некрономикон, барабаны, эзериоблэйд. Основные антигерои оракула это пудж, аппарат, акс, антимаг и все герои, у которых есть сало. Вот такой вот отличный герой, который стоит вашего внимания. Напишите в комментарии, играли ли вы за оракула и что вы думаете об этом герое. Буду рад прочесть. Поставь лайк, напиши комментарии, подпишись на канал.